Бегом на месте стали. А ну, быстро, приняли морду свою. Бегом. Бегом. Сину, дворяну. Заміж іщериці. У переміжку даю. Люцеркві, муговедові. Збур'яну. Якщо міняти, вони в кращій опиті. Якщо одне й те саме, воно не довідає. А якщо з різних варіантів вдалося, вони краще їдять. Існіше. У мене зима тепла зовсім. Вони в нас збур'ї стояли. Це бачу на ніч мороз до восьмі. Я їх перевів сюди в цю клітушку. А завтра їх переведу назад на вулицю. Бо там плюсова температура. Їм там привольніше. Сьогодні мінус 5. Сьогодні мінус 5. А ночі було може і буде більше ніж мінус 5. Тобто нижча температура могла бути ніж мінус 5. Я їх перевів сюди. А їм тут тепліше. Затишніше. Поки ось й морозить. Морозить закінчиться. Я їх перевів і навіть у своє стойбище. Це приличний. Там їм привольніше і приятніше стоять. Бо тут їм трошки піснувате треба. І крім того ж у закритому приміщенні повітря не таке приємне. Тут правда гною нема. Тут чисто вичищено. Оно ще. Вон бачите як вибирають. Вони ж половину з того що там є з'їдять. Половину ногами втопчуть у гною. І все. Це ж коза. Коза перебирає таке перебендя. Перетрусить як усе. Тими своїми губами. Іди сюди лумля. Іди бороду неси сюди. Неси свою бороду. Неси. Вася, а вот кажуть, що зараз таке аномальне потеплення. Сейчас везде. Ви ж ж такої зимы не було. Це аномальне? Це дізнатає так? Угроза для чоловішества? Якщо в розрізі времени моєї життя, то такої теплій зимі я не помню. За свої шідесят лишніх років. А це саме. Ну, якщо смотреть уже более глубоко за матеріалами наблюдений за погодою. То були такі зимы. Отец мой рассказыває, що в сорок, получается, якому? В сорок первом. В сорок первом. Советські ще впахали землю і впахали в марте. Немці її забрали. Але то, що посеяли, ярові культури рано посеяли, воно все повымерзало. Заморозок ще був. Яцмінь, овец, все. Так що були аномалії всякого роду. Були через чур сильні зимі з 16-го. Получається 16-17 вік так називаємий малий ледниковий період, коли дуже сильні зимі були. І зимі були дуже круті. Крайне екстремальні менюми показували. І саме худше, що в літнє часу дуже холодно було. Заморозки були в іюні. Звісне місце. Борис Годунова. Там же і голод із-за цього був. Тому, хто смотрює фільми, теперішні, історичні, це можна бачити. Там об цьому сказано. Так що, немає плохої погоди. Але, якщо це буде цикл лет підряд, це якісь свої явління. А якщо це один год, такий, як в цьому году, зимі почти не було, це другое другое. Скорей всього, це вже закономерність. Последні роки 15-25 криває, відбувається різко в гору, на 1 градус. Це починає з 90-х годів. Все теплеє і теплеє. Средня сума годична, температурна, растет. Для нашого регіона приводиться плюс 8. Це средні температури за сутки. Якщо весь год сложити і поделити на 365 днів. Це буде такий показатель. Був плюс 8. Зараз останні роки вже плюс 10. Плюс 10, плюс 9, плюс 10, плюс 9. Ось такі показатели. Отклонення є. Ну, в зв'язку з цей анормальний термічний кривой в цьому году, не знаю, як получится. Важне завершення року. Многі садові культури вже почувствували. Вон, подійдем, зараз посмотрим. Ось такі. Вон, в цьому в цьому почки должны бути хоч якось скриті. А тут верховні почки і цветочні почки бокові вже розкрились. Я не знаю, воні в такому стані. Уже бутоні видні. Вон, чешуйки почечні розкрились, і вон, торчат бутончики. Цвети. Вон, це повинні бути ягодки. Стануть ли вони ягодками или нет? Я щось сомневаюсь. Жималость. Многі северні види не так бояться морозів, як бояться відтепелів. Тому що відтепель для них означає треба починать активно сакодвіження розвивається, почки трогаються в рості і так далі. А потім заморозок. Заморозок чи мороз, як зараз у нас дні 5 буде через ніч і через день минусової температури. Я не знаю, як воно себя поведет. Я за ним не наблюдав. Це четвертий год растет це дерево. А наші, в общем-то, обычні растення, лесні і наші, садові, яблони, груша і так далі, вони доволі стойко себя ведуть, і почки навіть не наметились розкрываться. А вот це все южне, не наше, а климатизованне, хоч южне, хоч северне, і почало трогатися, показувати свої фокуси. Як воно выдержат вот эту неделю похолодання, не знаю. Главное, щоб 2-я половина февраля і март був без сильних морозів. Якщо не буде минус 20, я думаю, все буде благополучно, і с цветочними почками, і все буде завершиться хорошо, урожай буде. А якщо вмажет мороз 20 на дні 3, це дуже чревато. Тобто, не тільки сам показатель температурний, але і експозиція цього показателя. Скільки він буде продовжуватися, продовжуватися дійсно, цього фактора морозного. Важно теж для растенья. А так, в общем-то, хто його знає. Я живу, природи не пухай-пухай. Все хорошо. Немножко снегом прикрыла. Все хорошо. Прекрасна я маркиза. Все хорошо, все хорошо. А это, Вася, я уже забыла, что это у нас тут такое. Что у нас тут такое, я уже забыла. Что там мы просто раз показывали? Это прибор летнего предназначения. Я пасеку небольшую тримаю, держу для себя. Это солнечная воскотопка. За счет нагревания прямыми солнечными лучами, вот у нас экспозиция южная, вот она крутится, разворачивается под солнышком. Туда накладывают черный, отработанный пчелами старую ворщину. Вот. И на солнце она перетапливается, стекает воском. Этот воск чистенький я беру, сплавляю коржи такие и меняю на вощину. Сушь сюда ложу, отсюда воск, воск на вощину, опять пчелы делают сушь. Ну, это цикл пасечных работ, да. Ага. Сори. Это утки, голомутки, шипуны, шипуны. В этом году тоже в хлев почти не загонял. Вот эти морозы, хотел их загнать, они не хотят. А, ну и ладно. Не такие сильные морозы, до восьми градусов, лапы не отмерзают. Потому что, если минус пятнадцать, у них иногда и лапы аж кости вылазят. Их надо прятать тепло. Эти теплолюбивые птицы. У меня спрашивает фейсбук, вот одна подписчица, спрашивает фейсбук, подписчица спросила, вот если сейчас шипуны, утки, выходит из яиц, их надо кормить сразу или что нужно им? Что сразу? Она говорит, погибла два-три уже. Утенка. В это время? Не знаю, можете. Или инкубатой? Наверное. У меня то, что кормить нужно. С первого дня цыплят любые кормятся. И комбикорм ложится, и вода ставится. Для маленьких утят, вот этих вот шипунов, так называемых, это отдельный даже, по-моему, рот не виду, отдельный рот. Это не утка собственно, это американского происхождения животные. У них очень, на начальных стадиях развития, до месяца, они воды по сути-то боятся. Им надо, чтобы только пить могли, чтобы они не мочились. Если еще с уткой кое-как, утка их там под себя берет, просушивает. А если они вот в таких условиях, где-то в открытом месте, намокнут, они захолодают, пропадают. То есть пока нормальное перо не пойдет, им вода для обмачивания, им противопоказана, им вода не нужна. А кормление и питье им нужно. Постоянно нужно, но как же. Если все нормально в них с генетикой. Есть такие случаи, я с ним не встречался, но рассказываю, что вот выводок был, и они просто не кушают. Не кушают. В принципе, не кушают. Говорят и трушу, друг на друга там, говорят, чтоб шевелилась почва, они только движимое потребляют. А говорят, и трушили, то все, они не кушают, и с голоду дохнут. Такие случаи бывают. А надо, чтоб они сразу кушали, да? Да, они обычно сразу кушают, они только положишь им. Ну, действительно, лучше сразу, чтоб они начали кушать, скажем, круто вареное яйцо, покрошил, покрошил, друг на дружке сыпешь, бегают, тосклевывают с нее, а потом уже едят, и нормально с кормушки. Это такое приучение. Есть такой момент, что они начинают на движимое реагировать сначала, а потом уже на недвижимое. Есть такой момент. Ну, обычно с уткой я их, я их никогда отдельно не держу, не инкубировал, только под уткой. Тем они и хороши, что они как дикие выводятся, сами, эффективно выводятся. Есть тонкости, это отдельный рассказ, надо рассказывать о том, как и что к чему там. Есть тоже заморочек, немало. Да, в любом деле, заморочек хватает. Да. Вот побежали бы у Вас, я же замерзну руки. Мы с Васей тут на улице замерзнем, а это тут две кумушки сидят, чаем не чают. Вот и тебе налили. И мне налили? Да. О, как раз хорошо. Что ты тоже горячим тебе попила. Ага. О чем это Вы тут беседуете, кумушки? Ах, нет. Вам все расскажи, как хочет покраситься. А я ей говорю, тебе, наверное, сильно светлое, вот мне не очень нравится. А она говорит, нет, а мне нравится, когда светлое. Сегодня я тоже забыли. Забыли, говорю, краску купить, а? елки-палки. Так что я, видишь, у каждого свои вкусы. А она сильно светлое. Я говорю, нет. Я вот уже выбрала себе то, кем мы будем окрасить. Да? Понятно. Ну все, пьем чай, тогда сидим. Сидим. Я пойду руки помою, сейчас дальше. Давай, присоединяйся. Мы все время, не заканчиваются у нас темы для обсуждений. как это, как это, помнишь, когда мы это, со Светой нахлопотно ездили. Оба выскочим, на остановке стоим, приезжает автобус, мы садимся, на задний всегда, мы любили с ней на задний, и садимся, и ля-ля-ля-ля-ля. А там наши ребята спрашивали, а вы что, не в одном доме живете? Мы говорим, нет, не в одном. Мы говорим, не вместе ночевали? Нет, у нас, говорю, разное общежитие. А не, они общежития, разные комнаты. А они все смеялись. В одном доме, только в разных комнатах, да? Ну, мы, одно общежитие, только в разных комнатах. Мы же так смеялись с ней всегда. А они все удивлялись. Ну, что, говорит, из одного дома вышли. Вместе еще хлопок собирали. Мы еще целый день, действительно, еще хлопок собираем. А что может там разговаривать? Ну, не знаю, находилась всегда тема. Ну, надо же всех пообсуждать. Все порассказать. Это же все свои идеи рассказать. Или же свои, ну, я не знаю, все мысли свои. Ну, я не знаю, как люди могут... Что-нибудь да находится, скажи. Вообще, как это могут люди жить и вообще не общаться, да? находиться в одном пространстве и не разумогнать или не разговаривать. Ну, даже вот сестры, да, а у меня Таня тоже. По телефону каждый вечер говорим. И еще днем говорим. Еще она приедет и тоже. Я говорю, Таня, видео надо снимать. Подожди некогда, надо еще поговорить. Да. Так и мы. Так и у нас тоже. Да. Но все время о чем-то... Ну, все же. Сколько мы же не виделись? Да. Уже две недели не виделись? Или сколько? Вася, идем обсуждать дальше. Они тут чай пьют, понимаешь ли? Надо же все. Все планы свои рассказать. Какие планы? Да. Планы про гармодьё. Да. Попланы про гармодьё. Попланы про гармодьё. Попробуй это все расскажи. На весну, на весну планы, да? Да. Да. Это же... Потом еще... Как мы провели все это? Мы еще не обсуждали. Ну, так, кратно обсуждали, но мы же еще все не обсуждали. Чем занимаемся, да? Чем? Что было, что есть, что будет. Да. Все надо рассказать. Все, я тоже руки бегу. А кому еще? Чай пить. Как ты своим рассказать? Да не говори. Все. Все секреты. У нас же еще секреты какие-то есть же, наверное. Да, да, да. От общества. Нет, нет никаких секретов. Все. А, это ты всегда со своей камерой. Зрители мои все знают. Это же секреты. Да, ты всегда со своей камерой нас вечно ловишь. Зато подсказывают, что надо. Да, да. Они молодцы, зрители. Да, да. Спасибо. Они тоже члены нашей семьи стали. Даже Юля и ты говоришь, покажи своим зрителям то. Покажи своим зрителям это. Уже Юля, да. Так идем, будем пробовать. А это ты будешь заливать? Посмотрите, какая горилочка. Вы думаете, это вода? Это горилочка. А ну? Сколько? Ну, пятьдесят. 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 А это куда ты будешь заливать? Это она размешалась. Залью. Это у меня настой. Это будет на шабельнику настой. Это на чазе. А это на кавгалюку. А ну давай покажем же. Ой. Останемся без горилки. Это шабельник. А это чага. Это чага. Противораковая, кстати. Да, Вася? Да. По-моему. А вот это я не знаю, что это. Вася, вот это что? Ой. Колган. А это колган. А который из них противораковый? Чага. Онкостатик чага. Колган. Такие там дисбактериозы всякие и так далее. Идем, покажи. Шабельник. Артреты, артрозы всякие. Ого. Видели? Кружками такими. Горилочка. Туда можно мочать пальцы, да? А зачем тебе палец сунуть? Надо пробовать. Чего пробовать? Горилочку. Стаканной лютой. Ты шу. Не, я же таким. Стаканами же не умею пробовать. Чага пошла. А это сабель. А сабельника чего у вас? Артриты, артрозы всякие. А это вот это. Артриты, артрозы. Угу. Бори в суставах. А ну дай я сюда в макину. Да, макай, макай. Угу. 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 100 грамм в день не помешаю в моем віці. А уже 300-400 лишнє. Угу. Вот у меня экстракт, а сама колганилка. Минздрав предупреждает. Вредно для здоровья. Минздрав предупреждает все, что лишнее и вредно для здоровья. Все, что не лишнее польза для здоровья. Я не ехать и водку пью. Не много, но все. Какие облака после обеда. Из солнца вышло. Что ты делаешь там, Ася? Воду, воду тепленькую. Замерзла даже вода, да? Утрок замерзла вода, да? Ну да, я им теплую принес, подаливаю. Планица часа два будет стоять. Ну, какой красень. Ого, сразу побежали пить. Уточки, главное, побежали пить. Все. Это что ты будешь делать, Вася? Сейчас я буду напихивать в мешки сером, чтобы потом на протяжении целой недели было все нажить козом. И нарезать. Врезали там пышки, чтобы накладывать серо на мешки. Для того, чтобы это что-то мне не мешало, чтобы сам ее придолить. Ох, погода так меняется. Погода немножко дольше. Ой, Вася, смотри. Вот. 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 Сено будем уже накладывать. Так просто удобнее потом раздачить. Каждый раз сюда не лезть. В летний клалет наложим. И в часики. И потом вложим туда. Вот. Вот. Тут не черта, тут выкат. Другого есть. Один мешок одного, другой мешок другого. И на перемен. Утром одного, вечером другое. Следующий день третий. Гурячок трошки даем. Вина даем. Водичку ставим. Доброго хозяина показала. А вас как бездельников показала. Как хозяюшки. Вот Тамара чистит. Лук почистила. Как есть. Картошку почистила, да. Вот еще одна хозяюшка идет. Я говорю, Вася показала как хозяина. А вас? Как бездельников. Как чай. Только чай можем пить. Чем сейчас будем заниматься? Ничем не занимаемся. Только единственное, что сварить надо. Кушать, да спать, да. Кушать, да жрать. То есть жрать и спать. Жрать и спать. Так. А что они бездельники? Бездельники. Что мы сейчас на вечер будем готовить? Картошку. Ну я решила, что жаркое сделаем. То есть вот картошку сейчас, морковку начистим. А я сейчас трошки приберуся. Да и все. Вот хозяюшки еще. Добрые хозяюшки еще. Ну а что мы пойдем? Галя, ты завтра покажешь как пирог делаешь? Рыбные. Ну вот уж я хочу достать этот самый, икру рыбную. А, и покажешь, да? Покажу. А, ну все, завтра, значит, с тебя пирог рыбный. Ну да. Или видишь, да, может быть. Я же показывала, но там не все. Я уже начинала, когда Люба меня вот, изловила. Ну и поймала. Да, надо сначала показать. Да, надо с самого начала показать. Да. А ты мясо все нарезала. Ааа. Уже вот. Ага. Все, мясо у нас готово. Сейчас тушу. Нет, еще не готово. А еще тушу. Ага. Я сегодня, конечно, люблю, я такие песни не натяню. Сегодня я могу вам показать мою карту. Давай. Где ваш дом, а где мой? Давай. Вот здесь стоит мой дом, а вот здесь ваший. Ого. Это ты сама так нарисовала красиво? Ну да. Ааа. Какая ты художница. Боже мой. Бабуся день рождения, а я ее поздравляла с песней. Да, сегодня? Да. Ага. Бабуся и пикси мне допомухали, а я на пиани играла. Я уже научилась играть на пиани. Юля. Ааа. Бабуся. Юля, у меня с день рождения лето. А, это понарошку? Это понарошку. А, понарошку. Да, понарошку у тебя сегодня с день рождения. И что ты, бабуля, сегодня на день рождения приготовила? Рисунок. А еще что? Подарочек? Песенку, да? Да, песенку. Ну, иногда я ей приготовила еще рисунок. Ну, давай. Вот какой красивый. Красивый. А что это значит? Это солнышко. Солнышко. Почему оно синее у тебя? У меня был такой колец. Ага, понятно. Желтого у тебя не было, да? Это игрушка. Ага. Ого, бабуля, какие у тебя игрушки подарит внучка. Так повезло тебе. У тебя день рождения каждый день через день. Через день. Через день для день рождения. Показать? Смотри, подарки на мне какие-то сделай. Я ее покажу. Давай. Вот, видишь? А, это все. Вон она мне. Ну, правда, уже отлепились. Осталось только одна липучка. Это, конечно, домик-кусенички. Вон, осталась одна липучка только. Вон, вон, вон. Видишь, красная. Это все тебе на день рождения, да? Это все у меня каждый день. А, я думаю, кто у нас был художник у нас дома. Оказывается, вот тут понятно. Юлия у нас там. Здесь у меня домик. Здесь у меня дворецик. Здесь у меня испанинка. А здесь... То шарики у меня тут. То еще что. У меня каждый день день рождения. Так, бабуся любит, чтобы каждый день у нас есть подарки. Ну да, бабуся. Ты рада? Да, очень рада. А как же я? Конечно, рада. И так рада. Ты рада? А ну, потемай бабусю. Ой, моя красавица. Ты, бабуся, не потемай. Ай, ты моя умница. Смотри, что я тебе может подарить. Даже свою любимую куколку и то может подарить. Ничего не пожалеть для тебя. Она мне когда-то подарок делала. А ну? Не туда положила. А ну, видишь, какой бабусе подарок она мне делала. О-о-о-о. Бабуся убрала подальше. Чтоб не испутит же подарок. Юля, вот повезло твоей бабушке. Да, не говори. Каждый день подарки получает, да? Не старайся. А, ты стараешься, понятно. И что ж тут написано? Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Бе-бе-бе-бе-бе? Ты что, не разобралась? Света купила попкорн и хочет сейчас... Слухать стрелять. Может, надо Юля отойти подальше? Так. У нас не тысяча. Мы на две хвилины поставим. Будем надеяться, что не стучат. И давай прятаться за колоней. У нас стоит в первый раз подгорицем. О-о-о. Самый добрый. Там написано, что тысячи колотен из России. Да-да, я в эту сторону спрячусь тоже. Побоюсь. Хавайся, хавайся. Тихо, хавайся. Бабуля, залиши нас. Бабуля! А мне самохетро, она сказала, за тобой. Бабуля, пусть это уже корм. Вот корм будет взлететь. Сейчас, сейчас, давай. Вот мы тебе местечко дали. Бабуля, она за тебя переживает. Давай уже. Хо-хо-хо. Я тогда первая буду бежать. О, уже начинает. А ну, сейчас отсюда. А газ вот стоит такой. Пух-пух. Юля, да? Пух-пух-пух-пух. Юля, слышишь, да? Как оно? Я подальше отойду лучше. Ой, я тоже. Ха-ха-ха. Я тоже. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой, на 2 секунды. Боже, Юля, смотри, как оно надувается. Ага. Шуму. Ага. Шуму. Она видишь, все больше и больше становится. Ого, уже надулась как. Ха-ха-ха. Хоть этот не взорвался. А мы попкорм дома не едим. Мы не очень любим, поэтому нет. И с удочком нужно москвич. Ха-ха-ха. Юля за меня спряталась. Ха-ха-ха. 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 Ой, ой. Ой, ооо. Ой, ооо. Гарль, взорвается, говорит. Ха-ха-ха. Ха-ха. Юля, выходи за меня. Ха-ха-ха. Он сразу сорвется. Ты что за маму не прячешь, за меня прячешься? Ну что там? Пахнет, да? Да, это просто не можно очипать, будем выражать. Птикаем, птикаем. Юля, отойди. Что? За меня кто прячется? Отойди. Юля. Все, Юля, уже все, все. Фокус, фокус. Фокус. Ну и как? Дай посмотри. Я думаю, он будет горячий, он не горячий. Пахнет как сливочная масса. Ну как? А, сыром пахнет. Пошли. Представляю, дай мне попкорн. Та-да-да-да-да-да. А ты попкорн принес? Попкорн. Попкорн. Папа Любка. А, я все. Папа Любка. А все. Мама это купила и мама готовила. Вы думаете, Папа Люба думала, что лобная. А Юля пряталась за меня. Не-не-не, потому что я разъявил. Не-не-не. Дай! Ну, не жадничай. Все зрители подумают, что ты жадина. Но ты же не жадина. Прямо во рту тает, вахнет. Смачно. С сыром, с маслом. Не скупают с мухты. Главное, один баранчик. Это одна зернивка кукурузы. Юль, смачно? Там бахкало прямо. Не-не-не-не, товарищ Хрущев сказал, что это спасение. Что ты говоришь? Не-не-не, что товарищ Хрущев сказал, что это спасение для многих наций. Кукуруза. За жальностью. Кукуруза. Юля, что вы эту всю дарелку съешь? Да? И вас угощу. Спасибо. И вас, говорит, угощу. Юля, подильчиво, да? Это было давно уже. А ты купила что, санузер? Уже зажила. Испугалась. Я хочу, что Малеша есть. Давай санкать другую, где начнай. Да, начинай санкать. Воно тут долго не тремится. Миша, пево наливай. У меня бакал. У меня бакал. У тебя камашка пачкает? Ух ты, да. Польца чинить. И по вкусу наша Польца. Че производство, Франция? Кто будет пить пево в народе? Я буду петь пево. Я думала, что я буду петь пево. Ух ты, 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 ты. Ты, 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 ты. Ты, 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 ты. А потом мы стакали. Ага, и мне. Вот так разливается кладетел. У меня на две клади. Я буду петь пево. Так что это? Вот это вот? Да, да. В микроволновку кладут и все. Угу. Система есть. Ну там же, может быть, есть маковицы. Там лучше свою тут есть. А вам пиво? Вам с пивом, да? Лучше? То, что мы это посадили пару раз, то оно похоже. Ну, не такая за якость. Может и есть. Но вкус очень похожий на вот это. Давайте попробуем. А ну, с пивом скажи, какой вкус. Миша, попробуй скажи, как с пивом. Не, вот так. Попробуем так. Сейчас, сейчас. Угу. Вот клятая Америка. Придумала штуку. Забрала в Индиянцам эту кукурузу. И сделала с ней попкорн. Попкорн. И еще хочется, да. А как семечки, Вася? Хочется, хочется, да. Воздуха много, толку мало. Угу. Но главное, если их прикрепнуть пивом, то довольно хорошо. Угу. А ну? Угу. Угу. А попкорн, смотрите, похоже на овечек. Угу. На барантин, да? На барантин. На барантин. Ты забыла? Футболк опять вытираешься. Ха-ха-ха. Целый день сегодня за салфетками бегала. А вечером... И скотно, что нельзя съесть. Угу. Точно. Угу. Ну как? С пивом как, Вася? Угу. Пальчики оближешь. Угу. Так старанька лучше или с... Угу. Каждый день. Миша. Старанька лучше или с пепкорн лучше? Кажуть, бывает, краще, но мы еще не попробуем. Ага. Понятно. Лучше всего поесть с попкорном, а потом с старанькой. Еще и старанька. Все ясно. А не старанька, вы только выпили вот... Одну вот... Один такой стаканчик и все. Угу. И тоже у них с пивом. Это пиво у них уже третий день. Ха-ха-ха. Пиво. Так оно доброе. Ха-ха-ха. Ну, может, с попкорным. Он эту бутылку пива три дня пьют. Ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это им, а другой нам. Это либо чай тоже. Это одна миска, ладно. Ну, я тоже позволила. Ну что ж, таке бывает. Пиво. 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 А то она будет часах вас вытерать за мной. А смотрите, смотрите. Ну что я кушаю и чувствую ГМО. На зубах хрустит. Горячий, добрый день. Главное для наших зубин, с тобой, Юля, самое супер, да? А мне что-то вкусно, вкусно. В переднем был лучше, да? Там больше соли было. Просто первый был, поэтому. А этот не такой, что ли? Тут меньше соли. Другой лучше, а третий еще лучше, да? Так как по местам. Третий самый лучше, другая третий еще лучше, а третий еще лучше. Это без соли. Красивая, у меня-то будут красивые, нарядные, плетящие. Я буду такая красивая, у меня будут сережки на волосах. Я буду такая красивая, в платье и печатках. Что вы у меня просите корону, одену я. Я тут, матье и туфли мои. Одену я, а другу я. Молодец! Это сочинила молодец. На ходу сочинила, да. Первая песня. Первая песня. На YouTube. Секреты с татом, да? Песня называется Секрет Тата, да, Даня? Как называется песня? Секрет Тата. А, Секрет Тата. Это не про Тата, а Тата, а не на дуфли. Нет, это секрет такого. Она расповедала. Таенница для Татуся. Ну, давай, начинай. Вот, трошки надо читать. О, приправим. Ух, это чел? Да, мама. Это чуть-чуть ложь. Я змею глаза покрасила. Там 82, с 82 на 83, по-моему. А вот, с 3, с 3. Не понятно. Модель. Модель. Ого. Да что нам модель теперь будет показывать? Танец, верши. Молодимся. Танец. Танец маленьких и любителей. Мама. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok